Дети маленькие, которые имеют хороший музыкальный слух, родители это рано заметили, тем более, что у меня мама дирижер-хоровик по образованию, и она как-то сразу это поняла и повела меня в музыкальную школу, когда мне было 4 года еще. И в то время эстрадно-джазовые отделения в музыкальных школах еще не были так распространены, они, собственно, и сейчас, по-моему, не во всех музыкальных школах далеко есть. И зав этого отделения, замечательный джазовый пианист Олег Аркадьевич, он услышал, как я пою. Я тогда уже занималась вокалом, но классическим, и он решил собрать состав из педагогов и сделать несколько джазовых композиций со мной. Первая песня была «Fly me to the moon», и я очень хорошо помню, как мы пришли к педагогу по-английскому, который у меня русскими буквами, естественно, писала слова, потому что как по-другому еще в этом возрасте. И мы объездили тогда все конкурсы областные, очень много всероссийских, везде побеждали, в общем, все было очень весело и хорошо. И когда я сознательно где-то лет, наверное, в 16, я поняла, что меня прям к этому тянет, то есть это опять как-то все возобновилось с музыкой, я начала уже сознательно, да, слушать Эллу и многих-многих других, но первая, наверное, была Элла, потому что когда я приехала поступать в Академию Гнесиных, мне было 18, у меня плейлист в телефоне состоял исключительно из Эллы, у меня вообще никого не было там, кроме нее, но вот я только слушала, воспроизвести, конечно, я это тогда еще не могла. Субтитры сделал DimaTorzok Лютому бенду три года, получается, на третьем я была, да, появился Лютый бенд в конце третьего курса. Ну почему именно Лютый? Почему не Подымкин бенд, почему не Баулин бенд, хотя, в общем, они детки такие уже с именем, а именно Лютый бенд? Ну, потому что когда вокалист в составе, как бы вокалист-инициатор, собственно, всего этого, это априори уже какое-то такое начальная стадия бенд-лидерства, но сначала это был не Лютый бенд, это было более гораздо прозаичное название, это был квинтет Анастасии Лютовой, как это часто происходит у джазовых музыкантов, собирается состав, и как бы кто солист, тот и называет своей фамилией или именем. В Лютый бенд мы окончательно уже и в афишах в том числе переименовались, там, года полтора, наверное, назад. Это просто сначала кто-то пошутил, что там Лютый бенд, что-то, ну, в общем, была какая-то шутка, потому что меня даже в школе Лютой никто никогда не называл, максимум, там, Лютик, что-то, ну, в общем, что-то гораздо более милое, а тут как-то вот так, и это осталось, и вот так вот получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Я начала ходить на джемы в начале, получается, третьего курса это было, наконец-то я поняла все-таки, где же этот джаз, где его найти. Начала ходить, начала петь, начала знакомиться с музыкантами, общаться, то есть примерно понимать, как эта тусовка вся устроена. Я к тому моменту уже работала в коллективе Real Jam, пела там уже, наверное, полгода, или год, не помню, наверное, полгода, да. И, ну, примерно я понимала, как происходит вся эта кухня, то есть где джазовые клубы, как там ставятся концерты и так далее, и мне хотелось, конечно, свой состав, потому что когда ты занимаешься организацией, это уже совсем-совсем другое. То есть, ну, я не совсем пришла прям с пустого листа, да, все-таки был какой-то бэкграунд. Но, конечно, петь научилась я, ну, научилась я сейчас, учусь, но, наверное, большое значение вот эти джемы тогда для меня имели, потому что я каждую неделю готовилась петь что-то новое и так далее, то есть репертуар. Всегда такая очень стрессовая обстановка для начинающих музыкантов, когда ты понимаешь, что будет сейчас, в следующую секунду. Ну, нужно еще понимать, что вокалист в России, к сожалению, это не всегда то же самое, что инструменталист, потому что вокалист гораздо менее подготовлен у нас к таким реалиям джазовым, потому что у нас все-таки больше эстрадная такая школа, не джазовая, и, естественно, это тоже стресс, тоже такая перестройка происходит в этот момент. Ну и вот, потом был конкурс, который, кстати, вот здесь же проходил в клубе Бутман, назывался он «Молодые поют джаз», и я туда пошла, и это был мой первый такой сольный выход уже в качестве выступления, не только на джемах. Там я спела, дошла до финала, там, собственно, на этом вот как раз моменте, по-моему, мы познакомились с Лешей Подымкиным, я его до этого знала лично, до этого я познакомилась, собственно, со всеми остальными музыкантами, и потом так получилось, что, ну, как-то мы обсудили, что надо ставить какой-то концерт, надо что-то делать, и получилось поставить концерт в джаз-клубе СССР, который, собственно, для нас стал вообще пристанищем и родным домом, странно это говорить, да, сидя в клубе Бутмана, и, собственно, поставился концерт, и мы начали к нему готовиться. Подготовились мы, естественно, за одну репетицию, у джазовых музыкантов по-другому не происходит. Да, ну а как, я просто знала какие-то песни, я знала примерно, что я хочу спеть, мы обсудили, тут же там были какие-то уже аранжировки, что-то мы слепили, и вот выступили. И все, встала, на рельсах пошло. Субтитры создавал DimaTorzok Один концерт поставился, второй концерт поставился, третий, и вот потихоньку-потихоньку состав этот практически не менялся. То есть он так оставался, естественно, были какие-то замены, но вот как-то основной костяк он был таков. Потом позже к нам присоединился уже Леша Байкер на барабанах, сначала у нас был Паша Тимофеев. И как-то вот так это все произошло. Но это сейчас я рассказываю, естественно, это все как будто бы очень быстро, и за неделю там поставилось 15 концертов, и я такая, о-хо, лютый бэнд, все, идем к вершинам. Конечно, нет, это было довольно сложно, и, как это всегда бывает, и не отвечали, и приходилось там что-то кому-то доказывать, отправлять кучу записей, что вот возьмите меня, послушайте меня, вот мы такие. И здесь, наверное, может показаться на первый взгляд, что, конечно, ну, ей просто повезло, потому что она с такими музыкантами, и только поэтому все быстро сложилось. Отчасти поэтому, безусловно, если бы не они, то, наверное, я бы себя так уверенно не чувствовала, и все это было бы гораздо дольше, за что им огромное вообще спасибо, и, ну, я просто, ну, мне действительно очень повезло с ними, просто невероятно, потому что они лютый бэнд, вообще, любовь. Но здесь все-таки ничего не бывает без твоего упорства какого-то, потому что я не во всем далеко лидер, по натуре я, скорее, наверное, больше просто исполнитель, который тихонечко постоит в сторонке, но здесь приходится себя как-то постоянно подначивать, что-то делать, по-другому никак, вот, учишься каждый день. С самого начала, что первые, наверное, года полтора существования коллектива, я боялась просто, все, что я делала на сцене, это боялась, мне кажется, в тот момент, я просто, я стояла вот так, я была таким стойким оловянным солдатиком, который вообще не понимает, что происходит, все, что я могла делать в тот момент, это просто бояться, ну, потому что действительно страшно, ты выходишь на сцену, а тут какие-то люди, а все почему-то вокруг еще говорят, что тебе надо удовольствие получить в первую очередь от того, что происходит, а ты стоишь и боишься. И со временем это проходит, тут нет никакого рецепта, тут нет никакого лекарства, нужно просто как можно больше выступать. Ну, конечно, легче, когда ты выходишь на сцену с какой-то задачей определенной, то есть ты примерно понимаешь, что ты хочешь сказать людям, что ты хочешь до них донести, как ты хочешь, чтобы они себя почувствовали, например. Сейчас я понимаю, что все люди, которые к нам приходят на концерты, они наши гости, ну, то есть клуб на это время становится нашим домом, люди, которые приходят к нам на концерт, они наши гости. Когда к тебе домой приходят гости, ты хочешь, чтобы гости себя чувствовали классно. Тебе надо сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если они первый раз у тебя в гостях, и они зажаты, они некомфортно себя чувствуют в новом каком-то помещении, в новой обстановке, твоя задача их как-то расположить. Очень часто бывает на концертах так, что люди впервые пришли в джазовый клуб, они не понимают, что делать. То есть для них концерт – это филармония, когда нужно сидеть по струнке, шаг влево, шаг вправо, расстрел, и ты можешь им сказать, что вот здесь можно похлопать, можно им как-то показать. Ну, в общем, как-то их немножко освободить, и очень приятно наблюдать, когда к концу концерта публика действительно становится твоей. Но это очень такой интересный процесс, когда ты не только внутри сцены существуешь между музыкантами, но и внутри зала всего коммуницируешь с публикой, потому что людям очень нравится, когда с ними общаются, когда на них обращают внимание. Они могут этого стесняться, но, как правило, они очень хорошо на это реагируют. Субтитры создавал DimaTorzok Все это только начиналось. Естественно, я очень плоско фразу воспринимала. Пение – это общение с людьми, вот это вот все. Мне казалось, это как-то так примитивно и так странно. То есть я была направлена на какие-то технические свои мелкие задачи, которые мне нужно выполнить прежде всего. То есть взять какую-то ноту, спеть слова, нигде не ошибиться и так далее, и так далее. Вот какие-то мелкие. Потом, когда ты в этом осваиваешься, именно в технике, ты понимаешь, что что-то как-то скучновато становится. По-моему, надо и на людей обратить тоже внимание. И вот когда этот процесс начинается, он уже, мне кажется, вообще неисчерпаемый. Все, да. То, что мы на концертах исполняем, ну, практически процентов 80-90, наверное, даже авторские. Раньше было больше, конечно, снятых, сейчас уже, да. Альбом, который вышел, все полностью авторские аранжировки. Аранжировки, ну, вот на альбоме, который вышел, это Сережа Баулин, это Леша Бейкер и я. Я не могу сказать, что мы все собираемся за одним столом и пишем дружно аранжировки. Каждый просто берет на себя какую-то часть и пишет. И с программами сейчас точно так же происходит. То есть я понимаю, кому что ближе будет сделать. Отправляю какой-то список песен, которые мне хотелось бы сделать. Мы это обсуждаем и просто раскидываем то, что будет делать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, аранжировщик я очень скромный, еще более скромный, чем Бен Лизер, конечно, потому что, ну, опять же, во-первых, это все-таки недостаток знаний, и это мой такой большой комплекс, который я стараюсь как-то в себе искоренить. Так, мои аранжировки. Рубрика «Мои аранжировки». It ain't necessarily so. Вторая песня. Третья песня. Out of the best. Тоже там, да. Love you, Madly. Шестая. Моя. Вот ей, кстати, я прям, ну, горжусь, наверное, да, горжусь. Мне она прям очень нравится. Не могу сказать, что это постоянный прям процесс, что я сажусь и пишу аранжировки с легкой руки. Конечно, у меня уходит на это времени в 10 раз больше, чем на это уйдет у инструменталиста, но мне нравится. Это тоже мой такой способ, наверное, реализовываться, и это очень интересно, и, конечно, нереальное просто удовольствие, когда у тебя в голове это звучит, ты это записал на ноты, играют музыканты, и это тоже звучит так же, как у тебя в голове, и вот оно звучит в жизни. Это прекрасно. Я не представляю, насколько, наверное, счастливы те люди, которые авторский материал свой реализовывают. Вот так, это вообще просто... Ну, началось все у нас с Гершвина. Был Гершвин. До этого мы не делали никаких тематических программ, просто был квинтет Анастасии Лютовой, который играл традиционный джаз и все. В какой-то момент я поняла, что надо как-то нам немножко начать расширять аудиторию, и для этого нужна, конечно, какая-то тема. Например, если не знают нас, то придут, потому что Гершвина. Гершвина знают все. Вот. И поэтому, собственно, он был выбран первым. И потом уже после Гершвина я поняла, что можно это сделать в серию программ, связанных с разной музыкой, с разной стилистикой, с разными композиторами, с разным временем. И, собственно, как это было с Гершвином, так потом и со всеми остальными происходило. Просто ты переслушиваешь все, что у него есть в разных исполнениях, в разных аранжировках, выбираешь то, что тебе нравится, составляешь список, потом отсеиваешь, примерно понимаешь, что с чем классно будет по характеру, по настроению, как выстроить какую-то линию музыкальную, чтобы не все песни там условно были в средних темпах, не все песни в медленных и так далее. Исходя из этого, также подключаются моменты какие-то аранжировочные, ты понимаешь, что тебе не хватает в программе, и добавляешь это с помощью аранжировок. Вот так и происходит. То есть это процесс отсева, скажем так. И какие-то песни, которые ты думаешь, ну вот без этой песни, ну никак не может быть. Эта программа, надо будет 100% ее сделать. Дальше, ну вот сейчас, когда вышел альбом, и когда, собственно, он вышел на японском лейбле, что тоже очень для нас большое событие, для меня было большим открытием и, конечно, большой радостью, что то, что мы делаем, это не только внутри там трех клубов Москвы интересно, но интересно еще и там. Интересно там, наверное, отчасти даже больше, потому что там публика действительно к этому готова, они это любят, они этим действительно интересуются. Не просто потому, что им надо где-то провести вечер пятницы, и они пришли на концерт, не зная, что такое джаз. Хотя и таких мы тоже любим, и это тоже по нашей части. Но действительно люди там этим интересуются, там есть индустрия. Индустрия джазовой музыки, выпуска, точнее ее, я имею в виду именно в плане лейблов, в плане того, как устроен вот этот аудиомир в них там. И, конечно, когда ты оттуда получаешь какой-то фидбэк и большую заинтересованность в том, что вы делаете, ты понимаешь, что, наверное, можно расширить как-то немножечко сферу деятельности, и можно попробовать куда-то и в другие страны. Но вот сейчас мы будем над этим работать, и сейчас уже есть материал, с которым можно все это сделать, можно как-то нас представить и расширяться, в том числе и с помощью географии тоже. Музыка 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 Музыка